Всем привет! В начале этого видео я буду выглядеть как серьезный и умный человек, но если вы посмотрите это видео целиком, вас ждут вот такие кадры. А вы знаете, что сегодня день красивых людей? Правда, я не знала, что день красивых людей. Спасибо, спасибо, девочки. Казалось бы, при чем здесь день красивых людей? Но посмотрите это видео до конца и узнаете. А вообще, это видео про то, как мотивировать себя на то, чтобы делать дела. Приятного просмотра! Чтобы достигать цели, в первую очередь нужен план. Как составить четкий структурированный план на день, месяц и год, я рассказала вот в этом видео. Если еще не смотрел, обязательно посмотри в первую очередь его. Далее, когда есть четкий план действий и четкая цель, нужно переходить к действию. А чтобы делать, нужна мотивация. Замотивировать себя можно различными способами. Это может быть визуализация своей цели, это может быть мотивирующая надпись на стене или заставка на телефоне. Но в этом видео я расскажу про самую действенную для меня мотивацию. Это мотивация поощрений и наказаний. Заключается она в том, что за сделанные дела ты себя поощряешь, за не сделанные ругаешь или наказываешь. Самому себя трудно контролировать, поощрять и тем более наказывать. Поэтому очень крутым вариантом будет договориться с мамой, с сестрой или с другом контролировать друг друга. Именно так я и сделала. Это моя подруга Эля. Мы написали наши основные дела на ближайшую неделю. Создали беседу, в которой мы будем общаться только на тему наших дел, мотивировать друг друга, поддерживать. Ее можно иногда ругать. И ровно через 7 дней мы опять встретимся, подведем итоги этого челленджа. И тот, кто не сделает хотя бы одно дело, должен будет выполнить наказание. А того, кто сделает все, будет ждать поощрения. Поехали! Сегодня первый день нашего челленджа. Я выписала свои дела. Вот, пожалуйста, списочек у меня вот тут вот. Сейчас я жду, Эля должна прислать список своих дел. И все, у нас неделя на то, чтобы это все сделать. И еще нам нужно придумать поощрение и наказание. Давай, поощрением за сделанные дела будет поход в спам. Даша, короче, мне пришла в голову супергениальная идея по поводу нашего наказания. Нам нужно с тобой купить чупа-чупсы, не знаю сколько, и пойти по улице и начать всех поздравлять людей с праздником. Например, с днем красивых людей. Это будет кринж. Привет, Эля! Я не хочу записывать этот кружочек, но прошла неделя, и нам пора подводить итоги нашего челленджа. Я не сделала два дела из пятнадцати. Ну, как бы, два дела из пятнадцати. Но я все равно проиграла, да, получается, у нас не будет поблажек, да? А у тебя как, Элишки? Даша, я сделала три дела. Прошла неделя. Ничего мы не выполнили. Мы будем ходить сегодня по улице, раздавать людям чупа-чупсы и поздравлять их с праздником. А именно с днем красивых людей. Да. Это тебе. Спасибо. Нет, ну, с одной стороны, это как бы мы сделаем доброе дело, подарим людям улыбку. С другой стороны, это... Страшно. Да. Вообще, это нормально так сработало, потому что, если бы не было у нас вот этой мотивации в виде наказания, мне кажется, мы бы сделали гораздо меньше дел, чем мы сделали на этой неделе. Ну, я точно. Но не дожала все-таки чуть-чуть. Видимо, наказание мы придумали не совсем жесткое. Ну, на следующей неделе придумаешь что-нибудь пожестнее. Напишите вы нам, какие наказания могут быть равносильны нашим планам наполеоновским на неделю. Короче говоря, без спа мы сегодня... А люди с чупа-чупсами и хорошим настроением. Мы пошли кринжевать. Точно, Павел? Да. Спасибо, что смотрите нас. Здравствуйте, спасибо, пожалуйста. С праздником вас. Это вам, Днем красивых людей. Днем красивых людей. Сегодня праздник. К buraya медведи. Днем красивых людей. А, правда? Ой, спасибо, девочки. А кого вы считаете самым красивым? Самый лучший, самый красивый – это мама. Я даже не думаю много красивых. Вы, и вот девочки красивые. А вот у вас, мужика, какая красивая? Они же красивые, естественно, краше всех. Правда, я не знала, что день красивых людей. Спасибо, спасибо, девочки. Днем красивых людейова. Ой, нет, спасибо, девочки, сладкая Нина. С днем красивых людей у вас. У меня две двери, там нет, откройте дверь, возьмите. Спасибо. Спасибо. Возьмите, Настя, возьмите. Да ладно, другому подавим. Это с днем красивых людей, мы дарим красивым людям. Давайте. Кого вы считаете самым красивым? Спасибо. Кого вы считаете самым красивым? Вас. А мы вас. С праздником. Спасибо, я не хочу. Поздно, спасибо. Кого вы считаете красивым среди своих близких и чем может быть? У меня внук симпатичный. Да? Хорошо, спасибо. Здравствуйте, а вы знаете, что сегодня день красивых людей? Нет, спасибо. Это вам. С праздником и вам. Мы сходили на улицу. Красивых людей. Спасибо. Страшно было в самом начале только подойти, но как только ты подходишь, как-то нам особо везло. То есть не так было много людей, которые проходили мимо. В основном все принимали и радовались даже. И получается даже как будто это не совсем наказание получилось. Ну, мы же себя трясили в какой-то момент. Ну, да. И всю неделю мы жили с мыслью о том, что мы не хотим этого делать, потому что нам кажется, что это будет страшно. И из-за этого начинаем себя мотивировать делать дела активно. Поэтому это работает. Короче говоря, это очень прикольный и веселый способ замотивировать себя делать дела, которые не хочется делать. Вот так. Если это видео не наберет тысячи просмотров, предлагаю челлендж. Вы пишете себе план на неделю. Если вы его не выполняете, вы подписываетесь на этот прекрасный канал и оставляете комментарии под каждым видео. Очень хороший план. А меня зовут Даша. Если тебе понравилось это видео, обязательно напиши мне об этом в комментариях, подпишись, поставь лайк. И я надеюсь, еще увидимся.